Вопрос. У меня вопрос, касающийся молитвы. Я знаю, что зевать во время молитвы неправильно. Я слышал какие-то причины о том, почему люди зевают во время молитвы. Все они имеют отношение к шайтану. Кажется, что я зеваю всегда, когда молюсь. Есть ли пророческое средство для прекращения этого? И насколько это неправильно, что я зеваю? Ответ. Хвала Аллаху. Приведем наставление пророка по этому поводу. Абу Хорейра сообщил, что пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал. Зевание от шайтана. Если кто-либо из вас чувствует желание зевнуть, пусть сопротивляется этому. Насколько возможно, поскольку если любой из вас произносит ах, производит шум зевая, шайтан смеется. Аль Бухари, номер 3289. Абу Хорейра сообщил, что пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал. Аллах любит чихание и не любит зевание. Если один из вас чихает и восхваляет Аллаха, обязанность каждого мусульманина, который слышит его, сказать, да смеется над тобой Аллах. Что касается зевоты, это от шайтана. Поэтому, если один из вас чувствует желание зевнуть, пусть сопротивляется этому настолько, насколько может. Ибо, если любой из вас зевает, шайтан смеется над ним. Абу Хорейра сообщил, что пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал. Абу Хорейра сообщил, что пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал. Чихание от Аллаха, а зевота от шайтана. Если один из вас зевает, пусть прикроет рот рукой. Если он говорит ах-ах, производит шум зевая, шайтан смеется внутри него. Абу Хорейра сказал, что это достоверный хороший хадис. Суннан Аль-Тирмизи, номер 2746. Классифицирован, как хороший, шейхам Аль-Альбани в Сахих Аль-Джами 4130. Абу Хорейра сообщил, что пророк да благословит его Аллах и приветствует, сказал. Аллах любит чихание и не любит зевание. Если один из вас чихает и говорит хвала Аллаху, обязанность каждого, кто слышит его, сказать да смилуется над тобой Аллах. Что касается зевоты, если любой из вас чувствует желание зевнуть, пусть сопротивляется этому настолько, насколько может. И не говорит ха-ха-ха, не производит шум зевая, так как это от шайтана, и тот смеется над ним. Абу Иса сказал этот достоверный хадис. Суннан Аль-Тирмизи, 2747. Абу Саид Аль-Худари сообщил, что посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сказал. Если один из вас зевает, пусть закроет свой рот. Чтобы не вошел шайтан. Абу Дауд. Абу Саид Аль-Худари сообщил, что посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, сказал. Если один из вас чувствует желание зевнуть, пусть сопротивляется этому настолько, насколько может. Чтобы шайтан не вошел в его рот. Имам Ахмад. Согласно другому сообщению, также переданному от имама Ахмада, шайтан входит, когда человек зевает. Сахих Аль-Джами, 426. Из выше приведенных сообщений мы можем суммировать следующее. Первое. Что шайтан побуждает человека зевать. Что является показателем лености и вялости. Второе. Что шайтан входит в человека, который зевает. Третье. Что шайтан смеется над человеком и высмеивает его уродливую наружность, когда он находится в этом состоянии. Человек, который молится, должен заботиться о следующем. Первое. Он должен сопротивляться зевоте. Второе. Он должен закрывать свой рот. Третье. Он должен подавлять свой голос, не производить звук. И лишь Аллах знает лучше.